Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. После развода актера Армина Джигарханяна с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской прошло без малого три года. Но все это время люди и пресса продолжают муссировать отношения престарелого артиста с киевской прелестницей. 3 октября Джигарханяну исполнится 85 лет. Но к юбилею он подходит в безрадостном положении, ни семьи, ни денег, ни имущества. Теперь его имя часто ассоциируется со скандалами, дрязгами, тяжбами. Друзья его долго перевозили с одной съемной квартиры на другую, пояснила киевская пианистка. Это собственно угробило его здоровье. Мне еще 10 лет назад врачи сказали, что если мы не хотим превратить его из деятельного человека в овощ, ему не нужны никакие стрессы, нельзя кардинально менять условия жизни, таскать с одного места на другое. С киевской пианисткой Джигарханян жил как у бога за пазухой. Она пылинки с него сдувала, кормила из ложечки, варила клюквенный компот, водила под руку. Он многого уже не понимает, смахивает слезу Виталина. Ему что говорят, он так и воспринимает. Недавно видела свежие фото Армина Борисовича. К сожалению, они подтверждают все мои худшие опасения, его состояние крайне тяжелое и уже необратимое, к сожалению. На фотографиях у него отсутствующий взгляд. Своей вины в случившемся Виталина не видит. Она считает, что только благодаря ей артист был много лет в добром здравии и ясном уме. «Я столько всего сделала для Армина Борисовича», вздыхает она. «10 лет назад после тяжелейшего инсульта он был полностью дезориентирован. И я в течение двух лет поднимала его, вернула на сцену. В его возрасте это чудо. Мне врачи говорили, что если он будет в тонусе, в режиме, в театре, то проживет еще много лет. Это было целью моей жизни. Положила на это половину своей жизни, с 21 до 38 лет. До тех пор, пока люди не воспользовались мнительностью больного пожилого человека. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!